так всем привет включаем наушники так есть надеюсь слышно всем привет и в инстаграм и youtube всем привет значит говорим как всегда на проблоке на отношения сейчас в преддверии 8 марта нужно обязательно еще раз позаниматься отношениями который раз уже так чтобы до конца понять действительно где тот ли человек который находится с вами ваш настоящий он ли это свой ли это родной ли это или нужно срочно его менять надо как-то из него избавляться вот надеюсь что мужчины тоже смотрят мои эфиры ближайшее время будет специально для мужчин серия встреч и серии вебинаров может даже сделаем мастер-класс специально для мужчин вот потому что женщины стараются занимаются собой пытаются выйти на другой уровень но это мужчины как-то все надеются что они самостоятельно разберутся и в итоге деньги теряют отношения теряют семьи теряют вот поэтому я думаю что пора это менять и я берусь за это сложное дело потому что есть уже очень хорошие результаты и так давайте поговорим с вами сегодня вот тема выбрана такая выбираете ли вы мужчину своего ли не выбираете выбирает ли он вас или не выбирать да всегда вот этот почему-то есть где-то на бэк-вокале всегда вопрос а он ли это а может быть есть еще кто-то лучше чем он да и этому есть доказательство когда вы начинаете встречаться когда вы начинаете жить вместе может быть вы уже давно вместе и уже прям сопы там уже пришло что нет все-таки есть другие де-то мужчины вообще все должно быть устроено по-другому будет и я сегодня буду разоблачать так постепенно и снимать с вас короны потому что действительно ответственность есть с обоих сторон и со стороны мужчины и со стороны женщины И эту ответственность нужно хорошо осознавать и понимать. И прежде чем требовать что-то от второго человека, нужно понять, что второе – это, собственно, зеркало, которое мне показывает той боли, которая у меня сидит внутри меня и не позволяет мне быть собой. Это самое главное. Потому что требование идёт любви, требование есть ценности, уважения к себе. При этом вы сами знаете, что вы обратную связь не можете дать полноценно тоже. То есть вот эти всплески «люблю», «сейчас не могу», «а потом снова люблю», «потом снова не люблю». В общем, вот эти качели эмоциональные, они достаточно стандартны для гормонального фона, для дофаминовых зависимостей. Тем более, что в современном мире разрешено иметь много отношений, все практически всегда имели опыт, все и всегда имели опыт отношений в любовных треугольниках, когда есть и муж вроде, и какие-то отношения на стороне. И вот этот постоянный вот этот вот карусель, от которой вы сами, собственно, устали, а ваш партнёр тем более. Давайте сейчас будем постепенно разбирать с вами, что необходимо сделать, то, с чем вы сталкиваетесь каждый день, и что необходимо сделать, чтобы это убрать. И в конце, конечно же, будет подарок, который уже заявлен сейчас в телеграм-канале моей академии. Есть у моей академии Holistic Mind Academy закрытый канал. И на него можно перейти через сайт. То есть если вы зайдёте на сайт в шапке профиля или на сайт здесь в Ютьюбе, то вы сможете быстро попасть туда. В Ютьюбе даже есть прямая ссылка. Инстаграм, потому что они дают таких возможностей иногда быстро переходить по ссылкам. И там анонсируются всякие интересные вещи. И на самом деле я там подробнее и побольше рассказываю о подсознательных программах, поэтому переходите, интересуйтесь, если вы хотите действительно починить свою жизнь до конца. Потому что я орданг, орданг, я тот целитель, который делает работу свою до конца. Это не психология, это не эзотерика, это дело не в том, а какие тут у вас методики, а в том, что давайте сделаем до конца. До конца дочистимся, до конца возьмём знания, как правильно, и возьмём свои деньги, своё призвание, свою любовь. Поэтому кто уже готов, собственно, принимать такие радикальные решения в своей жизни, что это можно быть счастливым, что это можно быть богатым, да, можно, вам можно. Так что я вас благословляю, осталось вам только сделать правильные шаги. Вот, итак, значит, обычная ситуация на сегодня – это когда вы не можете выбрать партнёра достойного, да, то есть вы заходите в отношения, вас это не устраивает, вы сами отказываетесь от этих отношений. У женщин есть ещё такое понятие, как мужчина, как проект, да, то есть сначала женщина загорается, заходит в этот проект, сама его создаёт своими эмоциями, и более того, она может на эмоциях даже так много давать внимания, любви, намёков каких-то, да, что можно сказать даже, что мужчина будет в этом во всём расцветать. Потом, как только женщина что-то себе придумала, ну нет, вряд ли это может быть перспективно по любым причинам – физиологическим, психологическим, материальным, да, то есть женщина сразу забирает свою энергию, вот, и как бы скидывает с этого пьедестала, значит, мужчину, и он вообще не понимает, что произошло, вот, потому что у женщин есть, у мужчин нет вот такого эффекта, а женщина как проект, да, то есть если он не, там, не Дон Жуан, например, да, мы сейчас не об этом говорим, мы в принципе говорим о тех, кто рассчитывает на отношения, кто хотел бы создать семью, вот, потому что это моя специализация, да, то есть как именно заниматься блядством, это не ко мне, как именно, значит, сидеть в одиночестве и говорить о том, что, боже, как хорошо, вот, я-то у нас напрямую с Богом, и мне самой так хорошо, вот, я не люблю вот эти обманы все, это мне неинтересно, мне интересны те, кто хотел бы создать хорошее, классное отношение в долгу, вот, и поэтому женщина, она рассчитывает на это, она хотела бы в долгу, и вот она как бы берёт себе проекты, делает этот проект, потом сама же его заваливает, вот, и мужчина остаётся как бы ни с чем, на таком эмоциональном обрыве. Если же получается так, что вовлечение женщины происходит, и она хотела бы создать отношения, но и с той стороны она чувствует абьюз, что её кидают, она не настолько интересна, да, то есть она хотя бы взяла этот проект, да, а оказалась сама проектом у этого мужчины, вот, то, получается, здесь возникает, как ни странно, зависимость, вот, и зависимость от того, где вас кидают, где вас обесценивают, это очень серьёзная вещь. Поэтому для того, чтобы ваше подсознание, оно как бы не выцепляло из массы мужчин, которые есть, или для мужчин точно так же, там, женщины, да, но всё-таки сейчас больше мой вебинар для женщин к 8 марта, да, ваше подсознание не выцепляло тех людей, которые, от которых вы попадаете в зависимость, да, то есть нужно действительно очень ответственно понять, что эта зависимость, она точно такая же, как алкоголь, там, кушать сахар, там, ходить, кстати, на неинтересную работу, заниматься спортом, просто так, от одиночества, да, то есть есть определённого рода зависимости. И когда вы попадаете в такую ловушку, где вроде как бы вы хотели как бы создать отношения, да, но мужчина себя ведёт таким образом, что он не даёт вам в полной степени там, раскрыться, да, то есть он не обращает на вас внимания столько, сколько бы вы хотели раз, он не создаёт планы, которые вам хотелось бы, чтобы он создавал. Вы даже можете видеть, что у него есть деньги, и он вполне может обеспечить какие-то интересные события, да, но он не тратит на вас деньги. И как раз вот этот момент, да, он и приводит к тому, что женщина как бы начинает ждать, когда же вот мужчина, он починится, да. Вы можете обижаться, можете на мужчину, да, может быть, наоборот, вести себя как бы ещё лучше, да, чтобы он обратил всё-таки внимание. Но вы видите, что он в вас не вовлечён, так как вам бы хотелось. И вы застреваете. Это застревание, оно чревато тем, что в целом, если вы занимаетесь собой или занимаетесь с психологом, например, то вполне вероятно, вы можете даже завершить эти отношения, даже по своей инициативе. Но зависимость, она настолько сильная, что встречаясь дальше с другими мужчинами и пробуя создать новые отношения, вы не можете забыть те события, где вас просто игнорировали, предавали и не дали вам должного внимания и, более того, за вами не вернулись, да, то есть вы закрыли отношения эти, да, поняв, что нет, так быть не может, то есть я хочу к себе другого достойного отношения, но закрытие этих отношений, оно не привело к тому, чтобы вас захотели, за вами потянулись, захотели вернуть вас, да, и так может длиться годами. Я имею в виду, то вы продолжаете встречаться, вы продолжаете искать другого мужчину, но при этом вы постоянно помните, что есть вот тот вот самый, да, от которого есть зависимость, да, возможно, там был хороший секс и выглядело всё достаточно перспективного, и вы так или иначе возвращаетесь мысленно к нему. И это не даёт, собственно, пройти дальше, да, это вот из того разряда, как говорят, ты прошлое отпусти, там зайдёшь в новое тогда, да, но не тут-то было, да, прошлое отпустить не так просто, потому что программа, которая вас держит, которая вас зацепила на крючок, эта программа, ясное дело, ну, не этим мужчиной создана, да, и даже не предыдущим, с которым тоже было непонятно как, и там, возможно, он предал вас, да, а понятное дело, что программа сидит ещё в самом, в центре, в ядре, в вашем детстве, да, там, где есть однозначно обесценивание холодной мамой, тираничным папой, отсутствием папы, могут быть разные рисунки, но в итоге это всё, ну, обычно, на самом деле, когда есть западание такой психики, когда психика западает на человека, который устраивает абьюз и обесценивание, то речь идёт о том, что у вас дома так и было, да, то есть папа обесценивал маму, мама обесценивала вас, или они там все вместе друг друга там обесценивали, но в итоге выучилась программа, что обесценивание – это и есть жизнь, и получается, что вот эта норма, с которой мы сталкиваемся с вами, да, то есть есть некая, есть норма действительно ценности, такой живой, да, то есть если говорить, значит, туда, куда вы стремитесь, есть норма живой ценности, вот, а вы находитесь в норме вот такой, и для вашей психики вот эта норма является, то есть между этим, просто пропасть между этими расстояниями того, как вы выросли в обесценивании, обесценивании, и того, как это должно быть, и получается, что там, где вы видели этот рисунок, да, и если вы до сих пор сталкиваетесь с тем, что вы не можете зайти в отношения, что вот этот человек, который даёт вам ценность, здесь секс неинтересен, то есть он не возбуждает, он за вами ухаживает, он делает всё правильно, но вам неинтересно, когда он приносит цветы, вам неинтересно, когда он говорит о стабильности и о какой-то стабильной структуре, хорошей, где он берёт ответственность за вас и за семью, но здесь было интересно, здесь была страсть, здесь было притяжение, вот, и получается, что добраться вот сюда, вот на этот уровень, да, это не значит, что он не сексуален, этот человек, который предлагает всё, он сексуален, но психика ваша, она настолько находится в иллюзиях ложных, да, что привлекательно та сущность, которая сидит, буквально сущность, я сейчас имею в виду буквально сущность как какой-то прям демон, да, очень часто вот такие разрушительные мужчины, они могут употреблять алкоголь, там, наркотики, возможно, и могут быть вполне себе успешными, да, вот, но идёт как бы сексуализация на сущность внутри человека, вот, и получается, те проекты, за которые вы берётесь, они имеют два вектора, то есть есть один вектор, проект нужно мне действительно, то есть я умом понимаю, что здесь мне дают всё, да, то есть прям искала, нашла, но не возбуждает, не тянет, да, то есть даёт много, ухаживает хорошо, всё понятно, но неинтересно, вот просто неинтересно, да, то есть а здесь не ухаживает, не даёт достаточно внимания, зацепил, нужно, чтобы давал внимание, вот, и получается, психика, она в данном случае отрабатывает, как вы понимаете, своё, вот этот сценарий, который называется сценарий обесценивания или повторяющийся сценарий, вот он находится здесь, и вы на осознанном уровне, можете на осознанном уровне, можете чувствовать и понимать, что вам плохо, вы страдаете, вы мучаетесь, вот, но думаю, что ни для кого уже не секрет, потому что информации достаточно много про это, что если вы ныряете через регрессию в самое начало вашей жизни, да, то вы понимаете, что там ваша психика уже находилась однажды в таком состоянии, когда неприятно, когда абортируют, когда абьюз, открытое хамство такое, да, но тем не менее вы жили так, да, тем не менее ваша психика, она выучила именно такое зеркало, и именно такая регистрация гормонального фона, буквально это вот те самые там бутылочки, да, которые внутри нас, разных гормонов, да, то есть они записали определенный рисунок, и этот рисунок до сих пор находится внутри вас, и он создает вам и миомы, и кисты, и там, вчера говорила с клиенткой, она говорит, мне грудь уже отрезали, вот есть вот этот вот набор гормональный, перекошенный, да, который создает, ну, кривую психосоматику внутри тела, создает кривые отношения, и более того, он еще их сексуализирует и заставляет застревать, то есть получается, что крючок, на который попадается психика, вот этот самый крючок, да, он достаточно жестокий, выбраться из него можно только одним способом, да, то есть просто принять решение выбраться, чем отличие, в чем отличие выбраться и просто делать какие-то попытки, действительно, в количестве, в тестировании, да, итераций, вот, потому что если вы проходите чистки, какие-то психологические или эзотерические какие-то чистки, но вы до сих пор сталкиваетесь вот с вот этим рисунком, неприятным, да, значит, недоделано, значит, не проработано, и я сейчас объясню вам, почему недоделано и не проработано, да, потому что вынимая из себя негативные программы, вынимая из себя ту боль, которую организовали родители в детстве, да, возможно, вы даже сделали все правильно, потому что я часто говорю о том, что вы обычно отдаете вот столько боли в том моменте времени, когда вам просто с вами сделали, просто изуродовали всю вашу психику, ваши родители вам, да, а вы как бы, ну, типа, мама, папа, заберите, это не мое, я вас прощаю, идите там своей дорогой, да, этого, это критично мало, да, но предположим, что вы вернули все, что наболело, все высказали папе, высказали маме, повозвращали все определенными ритуалами, если вы их не знаете, этому обязательно нужно учиться, у меня это есть в программе, и затем вы как бы остаетесь с отсутствием знаний, представляете, с отсутствием вот этих вот бутылочки, вот они как бы переформатируются, вы даже можете вот этими техниками, очищающими, а стать здоровой однозначно, то есть вы когда вынимаете из себя всю агрессию, да, вы можете прям выздоравливать, однако это новых отношений не принесет, потому что нету нового поведения, нету новых чувств и нету новых регистраций, потому что нужно же залезть сюда, нужно же как-то создать себе вот здесь вот определенный рисунок новый, да, который будет реагировать на что-то, на что-то, на кого-то, на живого мужчину, который способен структурировать, который способен, это называется, калибровать женщину, да, который способен объяснять, рассказывать, вот, а женщина здесь способна учиться, учиться у мужчины своего, да, то есть это один из главных принципов, да, чтобы женщина умела учиться, он ей говорит, у нашей семьи будет вот так, да, и она такая говорит, поняла, хорошо, делаю, да, или он там объясняет будущее определенное, мы сейчас говорим про здорового мужчину, такие есть уже на самом деле, да, их не так много, поэтому я и буду запускать программу для мужчин, но тем не менее, то есть есть. Однако, если вы находитесь вот в этом низком регистре, вот этого, того, что вам записали в детстве, вот эта норма ваша, что вас можно обесценивать, и вы это называете, ваша психика, ваше подсознание это называет нормой, тогда мы понимаем, что вы как бы не допрыгиваете до вот этого уровня, сюда наверх. Для этого записываются новые регистрации чувств, действий, эмоций, абсолютно других, для того, чтобы вы могли начинать чувствовать, а что здесь, что разве что-то происходило? Это вплоть до того, что если вы сделаете какие-то правильные эксклюзивные техники, которые чинят это все, да, то вы потом как бы прям задним числом вы можете понять вообще, вы будете в шоке от того, что как вы могли этого хотеть и это возвращать себе, хотели вернуть это, а это вы выкинули и проигнорировали и никак не дали этому развития. Вы просто как бы посмотрите задним числом приблизительно точно так же, как, например, если вы занимаетесь своим телом, да, и вы перестали там жрать все, что разваливает ваше тело, стали есть больше салатов, регулировать, значит, витамины и поведение свое печевое отрегулировали и такие смотрите назад и думаете, боже, как я могу, сейчас тошнит, знаете, вот это представляешь, как ты когда-то, да, или там как родители продолжают кушать, например, дышать, боже, как это возможно, как это можно класть в себя и сожалеть, собственно, о том, что где-то была хорошая еда, да, вы, собственно, ее тогда проигнорировали, выкинули, еще, может быть, даже критиковали до такой степени, да, я раньше вообще этого не признавала, да, то есть вы можете говорить таким образом. Точно так же произойдет и вот внутри отношений. Для того, чтобы получить своего человека, своего, нужно понять, а какая я, потому что если вы ходите вот с этим набором стартовым негативных программ обесценивания, которые делали мама и папа между собой и с вами, то вы можете честно сами себе признаться, что я сама себя никогда не видела, а какая я, потому что есть изначальная прошивка, есть изначальная стартовая абсолютная программа, биологическая, эмоциональная, духовная, душевная, но если эта глубина, ваша глубина, она забита камнями с самого детства, вот можно сказать, если представить, представить, ну, давайте возьмем, как будто бы сосуды, да, то есть если вы с самого детства, вот это ваше состояние абсолютно, да, свечение просто, абсолютного свечения, если с самого детства сюда в слоями вкладывались камни обесценивания, игнорирования, отсутствие уважения, отсутствие возможности делать то, что хочешь, послушание, вы полностью наполнены чем-то, что вами не является. И, соответственно, вот это по факту и называется не только негативными программами, да, а еще и сущностями, да, то есть здесь есть негативная программа, на нее там сущность подсела, негативная программа сущность, негативная программа сущность. И получается, что когда вы встречаете мужчину, то вы, естественно, находите свое отражение по факту, да, которое вас игнорирует, отражение того, что находится внутри вас, ваших негативных программ здесь. Вот, и а тот мужчина, который действительно уже готов к хорошим отношениям, да, ну, то есть он, с ним нету просто связи никакой, просто вы просто можете буквально, если честно, даже его не видеть, да, потому что речь идет о том, что когда стоит фильтр определенный, вот, знаете, может быть, у вас был такой опыт, есть очки специальные такие вот у полароида, есть очки у других там марок, которые занимаются оптикой, да, когда ты одеваешь, ты видишь больше буквально, да, то есть буквально можно какие-то на бумаге могут быть какие-то знаки, но они невидимы для вас, для вашего глаза, но одеваешь поларои, да, и ты начинаешь видеть, да, очки создаются там, или оптика такая создаётся для тёмного времени суток или для прочтения там действительно каких-то особых знаков и так дальше, да, точно так же и подсознание, то есть это значит, что в вашем окружении, в близком, в какой-то близкой рукопожатности есть мужчина, который ваш, но вы его не видите, не потому, что он даже не привлекает вас, а потому, что вы их сказали, да я вас даже и не заметила, то есть если вам показывать картинку и сказать, сколько здесь человек находится в комнате из этого разряда, да, вы скажете три в тот момент времени, когда там было четыре, до такой степени подсознание может закрывать то, что не дано в изначальной прошивке, это касается и денег, это касается призвания, да, то есть все двери, вот эти три-четыре даже можно сказать двери, то есть здоровье, отношения, деньги и призвания, они всегда рядом, они всегда близко, так устроен тонкий план, тонкий план, он все время перед вами вот так вот держит, вот так вот сюда YouTube покажу вам, то есть тонкий план, он все время держит вам выход, все время вас зовет, да, но подсознательная программа, она не видит выход, она не видит свои отношения, вот, поэтому, конечно же, для того, чтобы разглядеть своего, нужно разглядеть сначала себя, да, то есть посмотреть, ослушать, а какая я, собственно, то есть, а что, если вот это я все повынимаю действительно до конца, вот, и через меня перестал, перестанут лезть программы мамы, перестанут лезть программы папы, поведение, там, бабушкины заклятия, значит, дедушкин, там, террор какой-то там, например, да, что, если я это все выключу у себя, просто повыключаю, потому что это мной не является, вот, и обычно, когда женщина проходит правильную реторию, знаете, у меня есть критерии определенные, на самом деле, когда можно понять, почищены вы или нет, вот, потому что у вас уйдет необходимость, острая необходимость, искать себе пару, да, потому что, когда человек очищается, он становится самодостаточным, у него появляется такое внутреннее спокойствие того, что он находится сам с собой, да, то есть, он начинает наслаждаться тем, как он кушает, как он, там, работает, находят многие призвания, вот, в этом чистом состоянии, естественно, потому что оно начинает светиться здесь, и говорит, слушай, мы что-то неспроста родились, может, у нас же есть призвание, давай мы будем его давать другим людям, да, вот, и появляется такое очень приятное время, которое может продлиться, ну, может быть, даже до года, да, и не потому что, а вот, как бы, притупляются функции, а потому что, как бы, уходит зависимость, уходит страх остаться одной, уходит, уходит желание, как бы, доказать всем, что ты нужна, да, потому что получается, что если я сама с собой, то я чувствую себя очень хорошо, да, вот, это критерий, то есть, когда вы долечились до конца, это один из критерий, да, есть где-то такое предчувствие, что будут отношения, это хотелось бы, да, но это не будет таким болезненным, да, потому что обычно люди, когда они в отношениях сложных каких-то и расстаются, это все мучение, это все боль, которая заставляет искать, страдать, звонить, писать, продумывать СМС-ки, продумывать, значит, просматривать Фейсбуки, Инстаграмы, что происходит, да, то есть, на самом деле, сущности, которые сидят внутри человека, да, то есть, и создают ему такой, такую жизнь, да, они очень хорошо любят питаться, значит, человеческой энергией, вот, поэтому, конечно же, держат в зависимости, как, ну, по максимуму, да, то есть, вплоть до того, что вы можете принимать решение о том, что все, вы с этим заканчиваете, вы хотите, например, полностью убрать блоки, очиститься, да, а сущность обязательно сделает все, что у вас в этот момент не будет денег, там сломается холодильник или что-то начнет происходить, такое, да, что вы просто не сможете, не сможете сделать это для себя по, так скажем, объективным причинам, вот, поэтому вырываются те, которые способны делать невозможное для себя, в отсутствии денег, в отсутствии возможности, все равно преодолевать эти все барьеры и цепляться за возможность, потому что, по факту, каждый, каждый ваш день внутри вас есть негативная программа, которая выглядит как, буквально, как нейронные связи, запутанные нейронные связи, да, то есть, они, сигнал, который поступает, он ведет к разрушению отношений, да, так это записано мамой и папой, да, то есть, сигнал, который здесь проходит, он достаточно обычно запутанный такой, да, вот он идет, 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 что-то мы тут придумали, все, отношения развалились, и получается, что каждый ваш день, который вы проживаете, да, то есть, он только усиливает эту нейронную связь, она становится с каждым днем все сильнее и сильнее, научились вы ругаться с мужчинами, научились вы, что вас бросают, все, то есть, вы еще больше обучили свой мозг, свое тело, своего биоробота на подтверждение этой программы, вот, поэтому я часто женщинам, которые находятся в отношениях с мужчинами и вот все думают, ну, не сейчас я его еще брошу, ну, чуть позже я его брошу, да, то есть, я всегда говорю, зачем ты, ладно, уже с мужчиной, да, возможно, он действительно недостойный, может быть, он не выберется даже никогда на другой уровень, но зачем ты сама себе выращиваешь эту нейронную связь, что с мужчинами можно так разговаривать, с мужчинами можно так обращаться, так их обесценивать, да, зачем это нужно, да, и наоборот, да, если мужчина обращается негативно с вами, то зачем ты продолжаешь выращивать внутри себя программу, что ты никто, с тобой можно обращаться, значит, совершенно небрежно, зачем выращивать в себе или усиливать эту нейронную связь, вот, поэтому первая рекомендация, конечно же, не для слабонервных, остановить все, что не работает у вас, вот, потому что каждый день, в котором вы находитесь, наступив своей песне на горло, он как бы отодвигает ваше светлое будущее, потому что все умножается, у Творца все умножается на 10, вот вы прожили сегодняшний день в обесценивании, Бог, Он добрый, Он такой говорит, смотри, как, вот она так хочет, ну, давай ей еще, значит, так организуем, пусть еще так, там, 10 дней или 10 месяцев, там, в зависимости от глубины вашего, этого, обесценивания себя, там, как бы вам выдают долги, так скажем, да, и долги эти оплачиваются буквально миомами, кистами, предраковыми состояниями, сложными очень физическими проблемами психосоматическими, вот, деньгами у некоторых прям забирают, крадут, там, вот, очень много сейчас ситуаций, когда люди вкладывают в какие-то, значит, фонды, в какие-то инвестиции, значит, биткоины, в итоге все это теряется, естественно, да, потому что не будет пространства вам давать жизни, если вы не умеете заботиться о себе, да, то есть не нужно думать, что Бог такой дурак, да, что он так, как бы, выйдут, а, я сейчас с мужем не буду разбираться, я сейчас подзаработаю, и тогда вот у меня деньги появятся, и тогда я уже разведусь, да, тонкий план, он не дурной, да, тонкий план, он всегда скажет, слушай, подожди, ты, как бы, это не разобралась еще со своими предыдущими контрактами, если же вы сейчас находитесь в состоянии одиночества, вы позакрывали все свои отношения, и вы, как я и говорю, находитесь вот все время в постоянном переборе вот этого списка вашего, личного, ваших походов, вот, то, я думаю, это, как бы, прекрасный старт для того, чтобы построить что-то новое, ну, чтобы построить что-то новое, нужно сначала вот это все убрать, почистить буквально, да, и создать новую живую структуру, очень простую, да, которая приведет уже к, ну, к хорошему отношению, да, буквально, буквально к любви, к взаимной любви, да, то есть поступит сигнал, то есть есть мужчина, есть вы, все, и это приведет к отношению. Обычно все, что настоящее, оно очень простое, да, то есть там не так много правил, но чувство, реакция и поведение, которое изначально зашито неверно, его нужно стирать. Как это делается внутри, у меня внутри программы, да, то есть, как вы знаете, у меня есть авторская программа, которая лично мной разработана, и которая основана на том, что делается перерегистрация чувств поведения и действий, вот, потому что психология, она обычно разбирается с тем, что есть, ну, вот ваши мама, папа, ну, вот такие уже, примите, отпустите их, живите свою жизнь, да. Биоробот – это биоробот, он не может жить ничего, что он бы не увидел в окружении, да, и так как в детстве нейронные связи растут очень быстро, то в детстве записываются все программы. В 3-7 лет уже понятно, как проживет в будущем человек. То, что вы видите какие-то стереотипы поведения, возможно, в кино, да, то вы оттуда не можете считать для себя правильное, как бы сказать, фундаментально себя перезаписать, да. Вы можете взять какой-то отрывочек, да, для того, чтобы, ага, можно так, оказывается, разговаривать, оказывается, можно так себя повести, да. Вы как бы берете это, но кино – это кино, это некая чья-то фантазия. И чаще всего в кино, чаще всего это 99,9% нарушены ролевые психотипы, вот. И обычно кино развивается таким образом, что давай куда-то поедем, давай что-то купим, и все время они там сидят в ресторанах, да. Хотя по факту объем денег по всему миру у людей очень ограничен, да. Все ходят на работу и обратно, вот. И, в принципе, позволить себе ресторан каждый день или идем в кафе, посидим каждый день, как это показано в кино, обычно в иностранном, да. То есть позволить себе могут единицы. Вот, поэтому этот стереотип, он ложный. И получается, что психология, она как бы с этим разбирается. Коучинг, он предлагает вам, а ты как бы давай придумай, как ты хочешь, и давай ты туда начинай идти, собственно, да. Это тоже невозможно. Во-первых, мозг не может обычно придумать, как он хочет. Еще раз повторю, потому что если у вас внутри нету того, что здорового примера, да, вы его не можете выдавить из себя. Точно так же, как из лимона невозможно выдавить там апельсин, да, то есть или яблоко, да. Это абсолютно кривые подходы. К сожалению, это такие на всякий случай сломанные бренды для того, чтобы, ну, никто так и не сделал изменения. Я думаю, что среди тех, кто смотрит меня, достаточно есть и эзотериков, и коучи, и психологов, которые сами задают себе вопрос, а почему, собственно, ничего не происходит, да. То есть вы же много знаете, да, много действительно интересных технологий, много подходов, понимаете причинно-следственные связи. Но результат жизни в деньгах, в отношениях, в призвании, которое должно развиваться, да, но оно не происходит. Вот, поэтому если вы готовы искать следующий уровень знаний, вот именно для любопытных, для тех, кто хочет жить, и разработана эта программа, да, перерегистрации чувств, действий и поведений. Это значит, что да, нужно приготовиться к тому, что нужно вам будет научиться, и эти все техники, они выложены, они показаны, рассказаны, как именно вам нужно постепенно, как бы переосмыслять. С одной стороны, мы переосмысляем действительно там образы родителей, мамы и папы, там им были, было когда-то по 20-25 лет, когда вы у них появились, да, два молодых человека, которые совершенно не понимали, как им нужно себя вести, и тут еще вы у них, да, у них своих проблем, там непонимание того, куда им двигаться, тут вы появляетесь. Вот, но при этом, если мы будем брать их образы, если мы будем брать их образы как пример, да, то, ну, это неинтересно. Мы можем даже их принять и понять, и отпустить. Все равно, а как правильно, да, поэтому записываются новые образы, то есть создаются, буквально создаются. В этом вы участвуете, естественно, сам человек, он участвует в создании этих образов. Я как проводник просто помогаю, я задаю вам вопросы, как это должно быть. Эти новые образы, они в том числе могут браться из рода, вот, потому что я в том числе обучаю вас работать с тонким планом, да, если вы умеете, ну, это обучение происходит, да, у кого-то быстро получается, у кого-то чуть медленнее, это не важно, все равно все мы способны делать это, да, и через тонкий план мы берем лучших, например, родителей из рода, из вашего рода, да, и они становятся вашими теми самыми объектами, которые вас обучают внутри трансовых состояний, новым регистрациям чувств, действий и эмоций, которые действительно должны были бы подарить мама и папа. И это служит нам уже совершенно другой платформой, совершенно другим стартом, да, таким просто действительно фундаментальным стартом, то есть через них записываются в трансовом состоянии программы, как же себя должны вести мужчина, женщина вместе, ведут отец и мать себя, да, то есть полностью перепрошивается, можно даже сказать, вот это состояние живое, состояние живого человека. И когда это происходит, начинает прорываться истина, которая есть внутри каждого из нас. Это так, как будто бы, когда вы выходите на природу, выезжаете на природу, вы смотрите на цветок, и вы не можете оторваться, потому что что-то внутри вас чувствует и знает, что это что-то живое, это что-то настоящее, это что-то непостижимо божественное, да. Точно так же и здесь, когда сдаются образы, здоровые образы мамы и папы, разворачиваются сценарии. Вы рядом с этими сценариями, рядом с такими родителями, начинаете расцветать. Идёт, с одной стороны, как бы перезапись негатива в позитивные, в правильные регистры гормональные, но, с другой стороны, вы попадаете ещё вот в эту самую глубину, внутри которой хранится это сакральное знание божественного начала мужчины и женщины, которые умеют и могут правильно закручивать вихри энергетические, правильно могут управлять своим поведением и взаимоотношениями внутри пары, да. И на этом этапе, если отсюда, так что это нужно учиться, это что, мне его надо слушать, а вдруг он меня бросит, а вдруг ещё что-то, то есть тут очень много страхов и очень много негатива. Из этого состояния учиться новому невозможно. Именно поэтому, когда вы слушаете тех, кто рассказывает действительно истинные принципы поведения, да, вы знаете, что да, я пробовала, но я через два дня уже не могу так с ним разговаривать, да, я пробовала, но я больше, чем пять дней сама не могу просидеть, всё, я уже полезла в Тиндер, пошла с подружками, уже мы пошли в ресторан, я уже там кому-то мекала, да, то есть я не могу находиться с собой, то есть невозможно удержать сакральное знание, правильное знание вот внутри этого состояния, то есть вы можете его просто протестировать там один раз, да, но вы не можете его удержать. Для этого нужна совершенно другая платформа, точно платформа, я имею в виду подсознательная, вот, потому что тут вы, получается, как бы на Nokia 3210 пытаетесь инсталлировать очень серьёзные современные технологии, да, а здесь нам как бы, а здесь нам нужен уровень, там, iPhone, там, последний, да, на который устанавливается всё, всё новое программное обеспечение, именно из этого уровня возникает ощущение вот этой сакральности и понимание того, как выстраиваются отношения там с мужчиной, как с собой выстраивать отношения, как между собой вы можете взаимодействовать, вот, иногда какие-то вещи уже, как бы, они проявляются в вас, даже когда нет рекомендаций со стороны проводника. Вот, поэтому мы сегодня с вами говорим сейчас о том, что норма, норма ценности себя, она очень занижена в силу вашего старта, в силу вашего воспитания в той семье, в которой вы родились, в той стране, в которой вы родились, на этой планете, в которой вы родились, да, сейчас сложный период времени, калиюга, да, тут всё очень сложно, действительно, идут очень низкие энергии, внутри этих энергий вырасти здоровым никто не вырос. Поэтому, ну, есть культура поведения с телом, да, мыть своё тело точно так же, и нужно правильно как бы вымыть, очистить своё подсознание и научиться тем ритуалам, которые могут привести к вас к хорошим, здоровым отношениям с собой и с вашим мужчиной. Поэтому, когда очистятся программы, соответственно, вот этот уровень ценности, он повышается, да, то есть вы уже понимаете, ах, вот что такое быть ценное оказывается, ах, вот что такое, когда меня уважают, да, то есть мы как бы распаковываем вот эти zip-файлы, эти регистры внутри вас, как же выглядит настоящее уважение, как же выглядит настоящая ценность. И тогда, когда вы через какой-то период времени встретите мужчину, который поведёт себя нам определённым образом, и вы бы вот здесь вот ещё в самом начале бы, ну, хорошо, я повстречала, всё у нас даже как бы такое притяжение сразу, он за мной заехал, всё остальное, да, но вы в прошлой жизни вы как бы чувствовали, что он что-то не то, как-то это, ну, вот всё-таки что-то неправильное, что-то он просто вроде как даже нахамил только что мне, а вроде как это, вроде в сексе использовал меня, ну, ничего страшного, в следующий раз, наверное, просто, да, в следующий раз он мне уделит внимание, да, то есть была рассинхронизация, и вы давали есть шанс происходить, то здесь уже вы никаких шансов никому не дадите, вы как только почувствуете, что что-то это, ну, гнилое, яблочко гнилое, да, вы сразу это удалите, и хорошая новость заключается в том, что ваш радар, он будет навигатор, да, он реально будет настроен на здоровых людей, на тех, которые действительно могут дать ценность, поэтому призываю вас, конечно же, как всегда, заниматься собой, и уже весной себя привести в очень хорошее состояние живое, чтобы весной встретить любовь, летом встретить любовь, то есть действительно есть техники, которые позволяют снять старые регистрации, и записать в себе новые регистрации чувств, действий и поведения, да, раскрыть в себе ту, кто вы есть на самом деле, да, и через эту новую регистрацию, можно так сказать, следующий этап, это уже прийти к состоянию там, абсолютно, да, а какая я на самом деле, да, то есть есть еще более мощные методики, которые позволяют вам напрямую там общаться с тонким планом и понимать до конца, кто вы есть на самом деле, да, то есть как вы вообще выглядите, и тогда вы смело можете предложить себя миру и сказать, я такая, оказывается, да, самой удивиться, порадоваться, да, и предложить это своему мужчине, и, конечно, тогда будете выбраны вы, а не вот этот набор, вот этот коктейль, который мы сейчас с вами разобрали. к праздникам 8 марта, к праздникам 8 марта у меня для вас есть предложение, это 50-процентная скидка на чистку от подсознательных блоков на отношения, рекомендую воспользоваться, потому что на сейчас эта программа стоит 500 долларов, и я вам предлагаю взять ее за 250, и после чудесного 8 марта, с 9 марта эта чистка будет стоить уже 750 долларов, потому что это мощная программа, это мощный интенсив, который записан, вы можете его в свободном режиме прослушать, как вам будет комфортно, то есть вы не будете привязаны ко времени, единственное, что есть определенное ограничение, если за полную стоимость этот интенсив, он открыт на месяц, то сейчас я его открываю для вас на 10 дней, вы можете сегодня зарегистрироваться, завтра еще есть день, с тем, чтобы на него зарегистрироваться и приобрести, и так как это 5-дневный интенсив, соответственно, те, кто хочет действительно почиститься прямо сейчас и уже просто через 10 дней встать абсолютно собой, посмотреть на себя, до конца дочинить вопросы с мамой и с папой, проработать всю свою психосоматику, там очень мощные техники даются, то, соответственно, вы можете это сделать. Если меня смотрят те специалисты, которые занимаются целительством, тоже приглашаю вас, посмотрите, там есть прекрасные техники, которые вы можете спокойно брать на вооружение, я знаю, что есть такие чудесные целители, которые очень сильно блюдут свое авторское право и что-то типа того, то есть я так не делаю, потому что я считаю, что знания, которые лечат других людей, они должны спокойно распространяться, тем более, что вы в каком-то смысле их выкупаете, вот поэтому вы можете брать, абсолютно это использовать и развивать дальше, усовершенствовать, потому что целители всегда, каждый имеет свой дар, и каждый целитель может своим даром еще там усилить какие-то определенные техники, если действительно человек находится на своем месте. Вот, поэтому это мой подарок, вы можете также перейти на телеграм-канал, вы там увидите, что там есть еще несколько сюрпризов ценовых, которые вы можете сейчас для себя разрешить, в том числе и заход в большую качественную программу для того, чтобы и призвание понять свое, и деньги запустить свои, и до конца не только почиститься от отношений, от негативных блоков на отношения, да, ну и взять знания, как же правильно. Кстати, в мастер-классе, который называется Love Portal, на который сейчас есть скидка в эти праздничные дни, да, есть, это прямо называется VIP-знание, где действительно я даю часть сакральных знаний, а как же правильно, на что нужно обратить внимание, да, вот это так для того, чтобы вы понимали, куда двигаться и чему нужно действительно уделить внимание, чтобы вы были самой счастливой женщиной, которая только есть на планете. Вот, поэтому переходите, интересуйтесь, здесь через, оставлю тоже в Инстаграме ссылку на Love Portal, куда вы можете перейти и посмотреть, там есть несколько бесплатных уроков и есть возможность приобрести сейчас за 250 долларов очень мощные, там, 10 техник, это на 5 дней было рассчитано, плюс еще веб-знание, поэтому у вас будет 10 дней на то, чтобы полностью себя очистить от подсознательных блоков. И в целом переходите на Телеграм-канал, там всегда есть очень интересная информация, где по кадровым мы разбираем подсознательные блоки на те или иные вещи. И обязательно имейте в виду, что психосоматика женская, она вынимается тем, что чинится мама. То есть к психосоматике всегда, к вашей психосоматике прицеплен не мужчина, который вам вынес мозг или вы ему, а ваша мама там сидит как лярва, а точнее, это не лярва, точнее, это не мама, это буквально лярва, которая сидит в маме и которая до сих пор от вас отрывает прямо буквально куски. И когда ко мне приходят клиентки и говорят уже, что все, уже нету половины матки, уже нету груди, где-то уже какая-то опухоль уже страшно-страшно, то нужно понимать, что вы ничего не проработали вообще тогда, где бы вы там ни были, как бы вы там ни дышали. И, по-моему, пора заняться. Поэтому психосоматика очень серьезно рассматривается в лав-портале, уделить этому внимание, вплоть до того, что я прямо вам гарантирую, если вы все там сделаете так, как я говорю, прямо за мной, то у вас уйдет психосоматика, просто буквально уйдет проблема именно по-женски, то, что называется. Хорошо, буду завершать сегодняшний эфир. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Я занимаюсь подсознательными блоками, я занимаюсь изгнанием сущностей из вас, из вашего рода и занимаюсь результатом. То есть через меня вы получаете деньги, через меня вы получаете призвание, через меня вы получаете личные отношения, все умею, всему могу научить, поэтому с удовольствием приглашаю тех, кто хочет освоить новую профессию, кто чувствует в себе желание быть целителем, желание быть человеком, который меняет жизнь человека, а точнее не жизнь, а тоску, страдания менять на жизнь наконец-то. Вот, или, возможно, у вас есть уже хорошая практика, но вы хотите приобрести высокий средний чек, я своим ученикам не разрешаю работать меньше, чем за тысячу долларов с клиента, потому что это рабочие знания, которые лечат до результата. Если у кого-то какие-то вопросы, задавайте, есть шанс, используйте свои шансы всегда, не что-то смотрите, вы же хотите что-то для себя понять, вы же что-то ищете сейчас, не пропускайте моменты никогда, очень вам рекомендую, потому что только сущность внутри вас может вам запретить это, ну, не сегодня, не сегодня, не сегодня, не сегодня, это в 40 лет уже, в 45 уже, не сегодня. Выбирайте себя, выбирайте свою любовь, отношения, создавайте их, приглашаю, переходите, ссылки все там. Всем счастливого вечера, всего доброго, до свидания.